Друзья, привет! От компании Прокатист.ру Ильина Владимирова. Я нахожусь в Тюмени, в гостях у рыболовного гида Максима Легалова. Заранее извиняюсь за, может быть, качество съемки. Все это будет экспромтом абсолютно и снято будет с руки и без дополнительного микрофона. В общем-то, поэтому прошу понять и простить. Что, на самом деле, я тут уже третьи сутки. Два дня на рыбалке. Сегодня у нас тоже рыбалка очередная. Погода сегодня изменилась. Два дня было солнце, поэтому у меня лицо достаточно красное. Я очень надеюсь, что не начнет облезать кожа. Вот. Нетипично для Тюмени, нетипично для мартовской, конца марта погоды, мне кажется. Хотя я тут не жил никогда и, может быть, здесь должно быть вообще солнце. Вот. И сегодня мы будем рассказывать про лодку Альбакор 440. За те несколько дней, которые я уже с Максом рыбачу, это два сегодня третий, я уже смог, на самом деле, сформировать определенное мнение об этой лодке, об этом, мне кажется, уникальном продукте, достаточно уникальном продукте. Сами увидите все и поймете, почему уникальность, в чем заключается его уникальность. Классно, будет интересно. Ну, вот и Максим. Отличный автомобиль Subaru, а вот и Альбакор. Та-дам! Консолей нет, только румпель, только хардкор. Так, ну что, скинулись. В общем-то, сегодня погода шепчет. Легкий минус, ветерок. Сейчас пойдем. По лодочке что можно сказать? В общем-то, наверное, самое из удачных компоновок. Размер 4,4 метра. Максимальный мотор 50 лошадиных сил. В носу сделан деугольник для установки электромотора. Либо вот, в данном случае, у Максима стоит скрытный лебедок, Стронджер. На носовой палубе. Передний рундук с двумя крышками. Петли все потайные. Рояльные. Отдельно хочется отметить. И передний аэратор. Здесь, в данном случае, это тоже рундук. Так, по центру расположен рундук для четырех спиннингов в собранном состоянии. По бокам, в принципе, места для приманок. Здесь, слева и справа, маленькие рундучки. Которые, кстати, не сухие. А все рундуки, хотел бы отметить, идут с комминсами. Вот, так вот, шмурдяк. Так, на корме рундук по левому борту для топливного бака. По центру для аккумулятора. Там же место для второго аккумулятора тягового под передний электромотор, под носовой электромотор. И с правой стороны отдельный рундук. На лодке три базы, то есть сиденье можно переставить по трех человек, в общем-то, передвинуться. Сиденье съемное, дает пластиковое. Ну, это у Макса самая первая лодка, которая существовала вообще в России. Вот, пили ногу. Все очень чиненько, аккуратненько сделано. Еще Альбакор понравился своим качеством. Причем планшер имеет отбойник резиновый. Значит, существует комплектация, конфигурация с двумя консолями. Прорабатывается вариант с одной консолью. Сейчас прорабатывается, может, у Макса видна даже моечка. За два года лодка в активном использовании кида. Раболого. В идеале сейчас стоит. Ну, погнали на воду. Кстати, тут отошли. Весозаготовки. Лоренс Лайф 12. Очень детально на частоте 455. Я рисую на 800 еще детальнее. Поваленные деревья. Вот видно, что на частоте 800 появляются тени. Вот как раз дерево. В толще воды. Детализация на картинке просто вошедших. Частота 800 на картинке. АПЛОДИСМЕНТЫ ВОНОПИР billion. ВОНОПИРЫ. ВОНОПИРЫ. НОПИРЫ. ВОНОПИРЫ. ВОНОПИРЫ. так ну что чуть-чуть отловились и продолжим по лодке вдоль борта идет планшер с обратной стороны внутри идет т.п. как раз вход для оборудования вот вдоль всей лодки максим установлен здесь лавров лайк 12 позе передаю привет на канале прокатист.ру максим легалов обязательно все подписываться потом расскажешь чуть-чуть про свою лодку albacor 440 сейчас чуть-чуть покажем как расходят на рубеле 60 лошадиных сил димаха кнопочки троллинга нехороший хороший человек подрисовал фонда он живет вот как раз старт аккумулятор вместо подтягивай здесь с комиксами бак на 24 литра влезает проводки ранец такой компоновки в лодке можно танцевать когда клюет вообще все танцуют и прыгают место на самом деле много слушай покажи пожалуйста рундук под спиннинги это не сложно находиться на этой стороне у меня первая версия лодки у меня рундук открывается сбоку а в новых он открывается вот так вот вверх на гидравлике а у меня вот просто сбоку и так и какие максимальные максимальной длины? на 2,70 удилищи 4 отверстия для спиннинга ну и тут собранном состоянии можно сложить сколько хочешь у меня тут бардак короче да это нормально здорово отделочка отделка моредеком идет а кстати здесь под ногами две помпы водоотливные управление двумя помпами нет смотри у меня одна помпа водоотливная а вторая у меня мойка стоит а мойка стоит по моему помощи комплектная это я вел да ну и навигационные стояночки а это предохранитель да автоматически автоматически тепловые все вот такой вот льпокорчик ручка держаться рам крепления слушай расскажи народу по поводу скоростей значит смотри максималка которую мне додувалось достичь вдвоем 63 километра в час это вдвоем 63 километра в час ну а на круизах мы с тобой ходим 45-47 вот то что мы походили как раз и расход 12 литров получается такой средний на Ямайке 60 вчера настроили все посмотрели классно продолжим еще чуть-чуть по пожа а а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, кстати, хотелось рассказать еще про рундучки, про передние. Основной тип аэратор, который сейчас поставляется. Можно сделать аэратор или просто рундук. Вот такой вот он. Большой. Такой большой. Он там, алюминиевый. Здесь туматься на вальной приманке. Куминг стоит. Каждый рундук покрыт с обратной стороны его покрытием. Торцы заделаны. Фурнитура нержавеющая. Вот тут арбатский шмурдяк, скарп. Канистрочки там и прочее. Швартовые уточки. Вот так вот. Рундук по правому борту. Да, хотелось бы сказать, что на этом лодке максимальный мотор 50 лошадиных сил, нога L. И румпельную 60-ку Максим поставил для гайдинга. Потому что он занимается основной его работой. Как раз основная его работа это рыбу ловить. Поэтому на этой лодке очень удобно именно румпельное управление. Но, к сожалению, нас зарегистрировать нельзя. Мотор более 30 лошадей с румпелем. Но, в целом, вот. Вот такая удачная лодка получилась. А, кстати, хотелось отметить еще такой момент. Что вот здесь планшер. На самом деле, это идет тут алюминий. Алюминий используется в лодке. 50-83. Вот, а планшер здесь Максим специально заказывал. Ковровое покрытие. Показалось ему посимпатичнее. Ну что, еще раз всем привет. Наконец-то сегодняшнее путешествие наше закончилось. Наконец-то, потому что прохладно. Вот. Что-нибудь передашь? Да, привет всем, ребят. Все, рыбалка была супер. Первый день погода была не очень. Вчера была шикарная. Сегодня чуть похолодало. Ну, рыбу половили, в принципе, рыбу нашли. По большому счету было классно. Рыба клевала. Да, рыба клевала. Ну, правда, экземпляры были не очень. Ничего, нормально, нормально. Было весело. Это же Урал, получается, да? Ну, это Западная Сибирь. Западная Сибирь. Да, Западная Сибирь, ошибся. С географией не очень. Вот. Максу огромное спасибо. На самом деле, приятно удивлен лодкой. Одежда решает очень многое. И за комфорт в лодке приходится платить тем, что у тебя есть, точнее говоря, холодно. И приходится использовать такую теплую одежду. Поэтому все утеплены. Показывали на видео. Ветрозащитная одежда нужна. Влагозащитная, естественно, потому что погода так себе. Вот. Но в лодке места очень много. Я не знаю, у тебя тут трое, наверное, мне кажется, могут поместиться, да? Да. Три человека, вообще легко, очень комфортно, просторно. Напомним, есть такая же комплектация с двумя консолями. Стоит подороже, но ветрозащита лучше. Но места меньше. Да, места меньше. Вот. Ну ладно, еще раз всем пока. Привет из Западной Сибири. Да? От Макса Легалова. Всем привет, ребят. Да, Илья Владимировна. Да, всем привет, всем пока. Увидимся на канале прокатист.ру. Подписывайтесь. Ставьте колокольчик. Лайки, а лучше лайки, а не колокольчики. Пока.